всем здравствуйте всем привет сестры близнецы юрки 41 год сыроеды хотели бы сегодня поделиться своим опытом жизни на сыроедении и также планирование семьи беременность зачатие беременность и тропление ребенка грудью на сыроедение и как это повлияло на сами роды у нас по трое детей по трое мальчиков то есть мы каждые три раза рожали рожали натурально каждое множество нас была разная с первым ребенком мы были на тот момент вегетарианцами со вторым ребенком мы были веганами и уже с третьим были же сыроедами то есть с каждым ребенком нам дал определенный опыт на определенной стадии нашего как бы развития нашего питания все диеты мы рекомендуем конечно же начать где-то за год до беременности если вы планируете чтобы муж и жена перешли например на сыроедение за год не не надо делать это во время беременности если делать то очень очень постепенно и маленькими шажками чтобы это было не сильно влияло на организм потому что когда токсины будут идти с помощью сыроедения то это может повлиять плохо на ребенка на плод или на самого ребенка уже когда вы будете кормить грудью потому что токсины идут естественно в ребенка тоже и это опасно то есть шлаки естественно они могут попасть и женские органы и грудное молоко и это очень негативно будет сказываться на жизни ребенка то есть это очень опасно то есть должно быть все мягко постепенно и если вы планируете семью это сделать за год и и но также это не исключено если вы уже беременны или если вы уже кормите грудью ребенка и вы например на обычной пище том переход вы можете стать вегетарианцем то есть опять-таки сначала исключить мясо мягко потом рыбу потом яйца все это спокойно в течение года постепенно постепенно то есть не спешите то не надо делать обрубать в один потому что например первое что выходит из организма это очищать очищается от слизи слизь может пойти и в ребенком и в молоко когда вы будете кормить и это все естественно будет отравливать как бы жизни ребенка поэтому надо очень аккуратно с этим само зачатие ребенка конечно же мы мы например с сестрой обращались кострол гомбедическим которые нам просчитывали благоприятные дни для нас и по луне и по солнцу по всем планетам и с этих просчетов мы уже подстраивали свой цикл и пытались начинать конечно не каждый раз получалось это очень все нелегко вот это с божьей помощью да с божьей помощью да вот и это все получалось а естественно надо представлять кого вы хотите какую личность наверно вы хотите более реально это все очень влияет да на ту как даже внешне фрагу вы хотите вот у меня в сидеть и о том чем я мечтала не вот такие же и родились один в один вот это тоже очень помогает также хочу затронуть вопрос цикл а при сыроедении цикл может быть нарушен это это нормально не надо пугаться то есть могут они быть через какие-то перерывами или же вообще пропасть это не значит что негативно как-то повлияло что вы не можете забеременеть просто ваш очистительный процесс женских органов он просто ему не нужно уже очищаться то есть закончить например меня с третьим ребенком я забеременела 2016 году а мой цикл был последний 2011 году и я все равно забеременела то есть никаких вопросов но ты шума я была же какие-то но чтобы рассчитать какой день я например хотела бы оба лярные зачать ребенка я естественно при определенных термометра я просто мерила температуру и я могла уже видеть когда я не романя прозавляться обуляция это помогла и туда изучать без периода конечно перед зачатием надо проголодать мы голодали где-то на сухую по два-три дня всегда с мужьями вместе а можно не на сухую на воде неделю можно по марве аганян на травах 17 до 16 травах голодать это тоже все хорошо можно также на соках любой осознанный прочерстите и очень хорошо влияет и на вашу будет беременность и будущего ребеночка это обязательно надо делать после того как уже зачатие само произошло например конечно же начинать лучше всего забыли сказать вечером после захода солнца где-то до 12 вечера ночи ни в коем случае ни днем ни утром это очень влияет на самого здоровья ребенка поэтому только в вечернее время все это очень важно сам иммунитет будет очень сильно даже от того какое время вы зачали ребенка вот ну естественно с благими мыслями вот а ну и после же зачатия с первых месяц беременности у простых женщин конечно могут быть токсикозы у нас токсикозов не было были просто потери аппетита с первыми детьми может быть это чувствовать больше потому что мы были только вегетарианцы практически веганы вот но со второй с третьей беременностью этого было меньше чувства но мы естественно с тобой когда мы беременели мы переходили на более сыроеденную пищу то есть мы если мы термические обрабатывали то очень по минимуму разом день это при первой беременности при второй беременности два-три раза в неделю то уже при третьей мы вообще не хотелось мы полная были сыроеденную термическую да термическую и мы можем сказать разницу конечно первой второй третий самая легкая беременность была это на сыроедении однозначно третий ребенок был самый легкий беременности вообще не ощущалось до 7-8 месяца меньше было усталости в теле ничего не ощущалось не было опухших ног в первой беременности когда мы были вегетарианцы были опухшие руки ноги и лицо особенно когда было лето жара у меня было я думаю тоже жары нет это из-за диеты из-за вегетарианской диеты было все равно опухлость и организатор защищал даропил воду разница колоссально между сыроедением и вегетарианством и веганством даже вот это ощущалось естественно автоматически не хотелось кушать первой половине дня наш рацион питания в основном был до двенадцати мы ничего не пили не кушали в двенадцать где-то в основном в это время водичку но до двенадцати размороженную в основном это было плавание ходьба бег, физические упражнения танцы мы любили после этого мы принимали воду с лимоном и сразу же обязательно свежевыжатый зеленый коктейль или сок воду мы добавляли с лимоном имбирь турмерик какие-то такие вот специи, которые повышают аппетит, что тоже очень хорошо вот и потом употребляли соки зеленые через полчаса час это проросшей пшеницы зеленый сок или дикоросов сок да, с каким-нибудь кийон перцем вот это все мы употребляли даже при беременности очень советуем любой девушке иметь маленький какой-то грядку, огородик, где она выращивает собственные травы это розмарин, какие-то мята разных типов, тиамин, чабрец это очень мелиса то, что вы садитесь собственно руками, это переходит энергия в траву и она несет уже ваши лекарства от ваших заболеваний даже если это горшочек дома на подоконнике, это тоже очень хороший заряд, вам же поддержка вашим иммунитетом мы также на первых месяцах беременности, да вообще в течение всей месяце мы придерживались экадаш то есть мы голодали, если даже не голодали, например, мы могли просто проводить тени на капотовой воде или на чаях марве огоня, то есть это очень хорошо, то есть какие-то разгрузочные дни, вот, но до 7-6 месяцев это мы должны делать при этом чувства прекрасные, немного, если был в этот день какая-то слабость, спокойненько можете прилечь, отдохнуть, поспать и то есть организм не терял никакой энергии или чувства осталось я даже с первым ребенком, помню, проголодала 5 дней во время беременности, на сухую и великолепно себя чувствовала, то есть это было в первый месяц, да, первый там, второй месяц у меня было то есть это все было нормально, ощущалось, это чувство было интуитивно, а тебе захотелось, ты это сделала потому что чувствовала, что какие-то токсины в тебе были скоплены, поэтому... мне просто было, не было вообще аппетита, я решила поголодать, вот после того, как мы соки пили, проходила еще час и мы после соков мы употребляли какие-то фрукты по сезону любые сочные, после фруктов еще где-то в 3-4 часа дня мы уже делились какие-то салаты зеленые, с авокадо без добавления всяких масел, потому что масло сразу же вызывало изжогу во время беременности мы, в общем-то, после беременности и отказались вообще от масел, мы не употребляем масел и практически орехов тоже, потому что тяжесть чувствуется семена, орехи вообще хотим сказать, да, все беременности нам, как бы, нас возвысили и нас сделали разумнее по поводу питания и с каждой беременностью мы меняли резко свои какие-то, вот убирали что-то лишнее я считала, что вот это лишнее ну мы не резко делали, но я имею в виду, вот после первой беременности мы стали веганами после второй беременности мы точно стали, мы были сыроедами и веганами совсем там, я не знаю, там 20% а уже с третьей беременностью мы опять уже перешли на 100% на сыроедение как бы вегетарианство, ой, беременность нас вразумила, направила на видовое питание и на живое питание именно беременность потому что чувствовалась после этой еды всегда энергично, с хорошим настроением день проводился поэтому без усталости, так как мы работали, энергия в теле должна была быть, мы работали постоянно с детьми то есть ты должен всегда быть в форме, настроении, не только на ногах но и еще приносить эту энергию детям в зал что еще мы употребляли, после того мы шли на работу после 3-4 часов и вечером уже в 7-8 часов мы пили, например, чаи марвы огоня можно с винниками, с медиком чуть-чуть, с лимончиком или кокосовую воду пили, или кокосовое молоко я делала, но жирновато было все-таки на ночь и потом чувствовалось, может быть, какая-то изжога ночью вот, поэтому вот, или также мы делали йогурты на льняном семени кокосовом молоке ананасы, ягоды какие-то по сезону вот, в общем-то, весь наш рацион иногда проращивали гречку, семечки тыквенные и подсолнуха но так, не каждый день мы это кушали вот, ну и в общем-то вот и наш весь рацион третий полностью сыроедческой беременности вот что нам эта беременность показала? легкость именно сыроедения к врачам мы не обращались никаких витамин добавок мы не употребляли пришли к докторам где-то на 7 месяце единственное, что мы употребляли мы забыли вот мне хотелось это циолит это природный минерал кальций как бы минерал очень хорошо да мы его пили каждый день вот с водичкой по утрам вечером иногда мне хотелось на ночь ложечку пососать пожевать его очень приятно было вот циолит тянуло наверное, как-то ребенок меловек хотела какого-то это было, да для костей нужно было вот мне хотелось то же самое это вот вот единственное что мы употребляем да, количество еды естественно снижается при беременности кушаешь в два раза наверное меньше если больше даже этого количества то есть не надо кушать за двоих ни в коем случае это неправильная идеология есть аппетит кушать нету не надо кушать не надо напрягаться да ребенку он возьмет свое природа об этом позаботиться да хорошо кушали также дыни арбузики самую жару сочные фрукты да но немного я пыталась сладкого очень много значит к докторам мы не ходили за неделю до родов я пошла чтобы познакомиться чисто с доктором потому что муж не захотел принимать роды сам дома вот поэтому мне пришлось пойти познакомиться с доктором делали сделали мы только один тест на гемоглобин он немножечко мне как всегда был понижен это нормально не бойтесь гемоглобин понижен или железо понижено это нормально также сахар чуть-чуть повышен это тоже нормально не надо бояться и пугаться лучше меньше вообще ходить к этим докторам и слушать меньше страсти да кстати у моей сестры был ребенок не перевернут в последние месяцы очень хорошо помогает йога при этом то есть надо переворачиваться сама мамочки на голову и стоять на голове во время беременности особенно последние месяцы это было без проблем стойки на голове кто то может за стеночки делать ребеночек сразу же переворачивался в сто день когда ему нужно было выходить на этот свет он перевернулся потому что мама переворачивалась и ребенок перевернулся то есть это работает конечно сто процентов мы даже хотя мне доктора сказали что это невозможно в последние дни ты маленькая и ребенок уже настолько большой буквально последние недели это было стояло на голове ребенок перевернулся как просто по приказу волшебной палочки наш вес во время беременности именно сыроеческое на восемь десять килограмм только увеличился когда мы были вегетарианцами у меня было где-то 13 килограмм 13-14 потому что там была вода именно что мне очень нравилось и была тяжесть в теле вот и сами роды от этого были немножко сложнее вот ну и плюс первые конечно роды на сыроедении роды конечно намного быстрее все происходит организм быстрее очищается вот потому что естественно сами роды это очистительный процесс и когда организм уже чист все это быстрее проходит сами схватки время схватки ну это как организм подготовлен уже это все просто как момент такой стрессовый момент но очень мощный и очень быстрый мы до последнего плавали до последнего дня вот я например вчера плавала сегодня рожала до последнего мы работали до последнего танцевали двигались сами роды как у нас проходили расскажем давай за неделю за две где-то мы начали смазывать например касторкой использовать обязательно кастором проходы чтобы они были очень мягкими и не было разрывов это очень обязательно надо делать то есть касторовое масло самое пропитанное увлажненное такое густое оно лучше всего для этого также в день родов когда схватки начинаются хорошо выпить касторовое масло столовую ложку и запить каким-то чаем расслабительное оно будет работать быстро очистить то есть лучше ничего не кушать а да и не хочется там кушать и самое главное выработать дыхательные упражнения которые помогают при схватках хорошо также сделать клизмы мы делали по 2-3 клизмы соль сода тоже очень хорошо ускоряет сам процесс родовый и сами схваток ну в общем то касторовое масло оно тоже хорошо ну то есть вместо этого процесса очень хорошо заменяет но если можно и то и другое можно использовать и то и другое про дыхание когда сами схватки начинается надо вдохнуть воздух сильно раздуть живот и затаить дыхание при этом получается очень хорошо сесть например в позу лотоса или ну я садила шпагат то есть раздвинуть колени в широко так получается все болевые ощущения уходят схватка как бы сама боль при схватках уходит в общем то в такой гимнастической позе 10-15 часов можно провести дома не надо спешить в госпиталь вот это очень помогало пройти вот этот десятичасовой период сами роды мы конечно рожали в госпитале наши мужья не хотели это делать дома вот пытались это делать в воде но так как приходили в госпиталь последние уже 30 минут а в ванну надо было бассейн набирать где-то минут 40 нам доктора говорили что уже не бесполезно потому что вы очень поздно приходите в госпиталь это было и с моей сестрой и со мной то есть конечно я дома пыталась в воде сидеть сами схватки в воде просто ощущаются великолепно они отходят очень легко быстро и в воде самой можно растянуть ножки легко после лотоса и надуть животик легко и схватки сразу уходят то есть я дома в ванне сидела и это очень помогает сама вода тепленько расслабляет мышцы великолепно я сидела до тех пор пока не увидела кров в воде когда увидела кров мы все в машину едем в госпиталь ну и в госпитале мы проводили в общем-то 15-20 минут и ребенок был на руках вот доктора не успевали ничего даже сделать даже записать по моему имя пять криков вот сами роды вот проходили сама сила уже родов была 20 минут что у меня что у моей сестры даже меньше и именно что помогал это крик то есть сама схватка когда приходила и была огромная боль которая последние уже 20 минут это боль уже конечно сто раз больнее ты просто ну должен как бы надуть живот сильно затаить дыхание при этом как бы боль немножко отходит и крикнуть сильно когда идет крик напрягаются мышцы и лопаются роды так было при первом крике второй крик вылезла головка третий крик вылезли плечики четвертый там наполовину ребенок уже был и пятый крик ребенок был на руках тоже за малышкой у моей сестры я порекомендовала то же самое и так как она меня после меня уже рожала вот один в один все было точно так же 15-20 минут 5 криков ребенок на руках вот то есть это работает на самом деле я думаю будет работать у всех и помогать вот самое главное после этого ребенок должен лежать у мамы на груди сразу дать грудь с пуповиной ничего нельзя делать нельзя не отрезать через 10-15 минут выходит вы должны поговорить заранее с доктором если вы например рожаете в больнице обговорить это все чтобы вашу всю кровь всю плаценту и сохранили вы должны приготовить место куда вы это все как-то получите бедер как плазить да и вы должны сразу же это отвезти в холодильник заморозить или просто в холодильник поставить потому что все это потом мы расскажем в следующем видео вы можете использовать для своей молодости для своего здоровья женского и для своего ребенка это будет очень полезно это живые банк живых стволовых клеток но в любой больнице сейчас предлагают заплатить за сумасшедшие деньги за сумасшедшие деньги сохранить вашу плаценту в банках платить за эти банки куполинку вот столько вот там оставлять это все такой развод то есть на это не ведитесь это большие деньги никогда вы этим не воспользуетесь потому что где-то будет что-то вы сделаете свой собственный банк в вашем холодильнике который будет у вас всегда под рукой и вы сможете всегда если что воспользоваться в видео отдельно мы все расскажем уже рассказали про плаценту как ее капсулировать и как ее принимать где ее хранить вот все это уже сделали в видео если вам интересно можете посмотреть сама плацента должна лежать рядом с мамочкой с ребеночком около часа минимум лучше три а лучше вообще полдня вот чтобы вся кровь весь вся кровь с плаценты всосалась обратно ребенку для чего это нужно первые как бы часы ребенок дышит и плацентой еще и легкими то есть у него двойное дыхание плюс вся кровь она очень ценная там все стволовые клетки всего нашего рода и на всю его жизнь иммунитет то есть она настолько полезна эта кровь вот поэтому она должна обратно всосаться ребенку у меня был случай я о нем рассказывала кстати в видео про плаценту когда я своей подруге посоветовала хотя бы не обрезать пуповинку сразу же и она прождала вот полтора часа потом обрезали они и у нее у ребенка через два дня обнаружили опухоль в кишечнике и ребенку была нужна срочная операция они не сыроеды обычная семья вот и получилось так что ребенку отрезали пол животика вместе с кишечником с кожей там конечно сложно была операция вот срочная и ему все зашили ему нельзя было кушать 10 дней вообще ничего доктор говорил молитесь что может быть вы живете может быть нет это благодаря всей крови которая всосалась с плаценты его питало все эти 10 дней ребенок был просто боец боец доктора были в шоке насколько у него все зажило у него зажило все за 5-7 дней не за 10 а намного быстрее доктор даже приходил и спрашивал в этот момент в этот момент спрашивал а когда вы обрезали пуповину сразу же или через какое-то время и он сказал сам что благодаря вот этой крови ребенок выжил если бы они обрезали пуповину сразу ребенок бы погиб вот такая история личная с плацентой и пуповиной вот которая может спасти не одну жизнь поэтому это очень важная информация вот что еще мы хотим сказать по поводу плаценты и родов в тот день после родов и также остальные 2-3 дня в основном мы с сестрой постились но естественно на свежевыжатых соках для крови чтобы это помогало прибытию молока молоко было хорошего качества кушать не хотелось вообще после родов первые 2 дня вообще не хотелось единственное снился красный цвет и сок потому что кровь потеряли много это организм требует обратно лучше роженицу сразу дать попить морковный свекольный сок свекольный мы напили свекольный яблочный имбирный кокос вот этот сок я пила просто стаканами целыми днями первые 2-3 дня он восполнял всю кровь давал энергию молоко крапиву прекрасно себя чувствую на крапиве на крапиве хорошо на травм марва гонян сбор 16 трав тоже хорошо подойдут в этот период и также мама будет наслаждаться своим телом потому что в этот момент тело потеряет все не нужно какой-то набранный вес если он и был и вы быстро очень восстановитесь в эти 2-3 дня и будете просто как модель готовая на подиум мы кстати когда рожали после родов буквально через час я вставала мне надо было там в туалет я чувствую бежать надо я вставала и бежала все доктора были в шоке как ты можешь встать сразу идти вот просто на самом деле ты мог встать как будто ничего не случилось с тобой настолько все проходило легко у сестры то же самое доктора были в шоке как коляска всем коляски там везут я говорю нет я сама все могу идти все нормально разрывов не было идешь как будто и ничего не произошло час назад были роды и мой муж удивлялся говорит Юля как это возможно как будто ничего не произошло в течение этих 2-3 дня быстро да заживает когда вы не кушаете помогать там затянуться обратно все животик все доктора приходили там говорили а кто роженица а где роженица ты а где животик а где опухшее лицо ноги руки ой какая ты везучая это наверное в роду гены у тебя такие я улыбалась конечно я знаю из-за чего это естественно это сыроедение естественно это видовое питание живое питание помогло нам в этом и сильно разумный подход к этому процессу да слушать свой организм конечно это прежде всего особенно во время беременности что мы еще хотим сказать по поводу кормления грудью быстренько кормления грудью никаких вопросов вообще не во время сыроедения первое месяц прекрасно немножко будет распирать грудь от молока но потом это проходит и прибывает ровно столько молока сколько ребеночек кушает то есть вы его чувствуете в груди не будете также сыроедение оно хорошо поддерживает влагу в вашем организме молока достаточно всегда при голоданиях на воде молока достаточно и то есть никакого вопроса в этом например даже о том что нету молока или недостаточно молока вообще у нас не может увеличивается или уменьшается слегка объем молока но оно всегда есть молоко есть да кормим своих деток всех по 3 года где-то 3 с половиной года иногда даже 3 года ну в зависимости это каждый индивидуально как вы мы например как бы у нас мы любим это неприятно кормить ребенка то есть у нас вопросов в этом нету то есть мы это особая связь кормили ребенка это связь мамы с ребенком не хочется ее лишать да это расслаждение после прохождения 1 года поэтому мы его продлеваем до 3 да ну чтобы было достаточного молока можно на всякий случай пить экстра морковь если вы волки поэтому укропное семя отвары фенхеля потом отвары листьев малины все это помогает прибытию молочка а также от вздутия животика на сыроедении по идее у детей не должно быть вздутия животика от вашего молочка но мальчиков может быть при построении конечно микрофлоры уже в животике все равно будут какие-то газики мы рекомендуем использовать первые полгода это будет трубочку газоотводную мы ее делали из обычно маленьких прицелочки отрезаем попочку и луночку уже используем вставляем в попку маслицем смазываем и при этом ножками там играем какие-то массажики делаем и газики отходят очень легко при этом может ребенок какать через эту трубочку что тоже освобождать кишечник ему проще как бы и ребенок сразу становится спокойным спит хорошо то есть мы это делали и утром и вечером очень хорошо помогает для спокойствия ребенка лучше конечно процедуру делать так перед сном тогда и мама будет спать всю ночь спокойно ребенок не будет плакать и ребенок будет часов 5-6 у вас спокойного сна будет после этой процедуры поэтому ее можно делать каждый день и не волноваться по этому поводу она безопасна и очень хорошо помогает спокойствие на ночь сна ну и о кормлении самих детей уже после скажем так о кормлении грудью мы где-то доводим до года чисто грудное молоко после года мы знакомим ребенка с запахами с вкусами когда ребенок сам мы садимся за стол и ребенок сам интересуется он лежит вот и мы мы делаем как бы знакомство второй год с едой третий год вот моему ребенку сейчас два года и два месяца он уже начинает нормально кушать то есть рацион питания нашего ребенка где-то с двух до трех лет это по утрам так же вот как грудное молоко между приемами пищи грудное молоко всегда присутствует ночью раз в два тоже грудное молоко потом через часик мы уже даем какие-то чаи на травках с медиком с лимончиком очень любят так же кокосовую воду любят да бананчики авокадо с водорослями сухарики льняные мы делаем все что мы кушаем но не сильно вот в основном фруктики ягоды очень любят ежевику смородину ребенок вроде кислоягода обожает просто обожает эти ягоды кушает без проблем вот и в общем то вот весь рацион ребенка очень важно если у вас есть огород или лес выходить с ребенком уже в это время в лес и показывать как эта ягода растет тогда ребенок будет влюбляться в природу и любить эти ягоды естественным образом то есть знакомить ребенка с едой как она растет это очень важно он тогда будет любить ее кушать если вы сами кушаете это с молоком все это идет ребенку вкусовые привычки у него уже вырабатываются и он любит эту еду автоматически никаких проблем вообще к зелени там никаких нет ну в общем то и все тридцать одна минута видео всем добра счастья желаем здоровых деток не бойтесь сыроедение только дает огромные плюсы в беременности для женщины делает красивее женщина еще больше после родов сыроедение дает появляются умные красивые добрые лотосные дети вот это конечно счастье вот и будут вопросы задавайте откроем какие-то может быть моменты более глубоко какие-то темы все все это наша вся информация все всем до свидания